говоря сливки вот она начала гулять в принципе свое удовольствие после стерилизации она естественно не в состоянии нормальной жизни сейчас мы идем в магазин покупать ей зимний комбез потому что гуляет просто вот вот так вот пойдем пойдем в общем достаточно активная собачка не отпускает меня вообще никуда абсолютно никуда не отпускает без неё то есть всегда я должна ее с собой таскать пока мы идем я немного хочу поделиться небольшими итогами фестиваля ну чисто по ощущениям до прохор ушел пристроился и очень хорошо пристроился замечательная семья по выручке мы дай бог вышли в ноль еще полностью все не подсчитано но связи со стратами на офисе на справки на логистику у нас там все достаточно печально по продажам тоже не очень хорошо но в итоге как я сказала скорее всего выйдем либо в ноль либо в минус ну а так фестивали это конечно всегда замечательно всегда прекрасно и чудесно тем более новогодние фестивали надеемся что еще до нового года у нас получится выехать на фестиваль будет замечательно если брать меньше ну да это ее размер и конечно не очень удобно пока что пойдем-пойдем-пойдем-пойдем-пойдем первый раз но что ты при силовой присел как-то здесь пойти вперед пойти быстрее зато теплее будет но мерзнет очень сильно на снегу Нравится тебе? Красотка. Ещё хотелось бы сказать по анкетам, ну естественно, она же сливка с нами была, как же на неё не было анкет, конечно же, они были. Две анкеты было на сливку, сейчас мы в процессе общения, кинолог общается с соискателями, но сливки немного сложноват и процесс пристройства из-за того, что у неё есть особенности, ну как минимум того, что она не очень любит других животных, плюс она не может оставаться одна, то есть это затрудняет пристройство, соответственно не каждая семья ей подойдёт. Поэтому мы в процессе общения, ещё ничего не могу сказать, но по анкетам больше ни на кого не было, но так как у нас, мы крайне редко отдаём сразу с фестиваля, только вообще индивидуально всё, но в этот раз не было пристройств прямо вот сразу, ну а Прохор это понятно. Прохор это понятно, там просто не было ни анкеты, ни какого-то длительного общения, потому что мы человека знаем и в принципе отдали Прохора сразу. Ну просто потому что уже есть доверие, уже было общение и были какие-то вот эти процедуры все предварительные, а так крайне редко отдаём сразу с фестиваля, можем отдать на следующий день, да, но так чтобы прям сразу крайне редко. Вот, но нам могут написать позже, мы раздаём визиточки, мы рассказываем о животном, люди уезжают домой, обсуждают с членами семьи, обдумывают, ну как бы бывало такое, что писали, ну как бывало, чаще всего так и бывает, что пишут уже после фестиваля, и потом уже мы начинаем там анкетирование, общение с зоопсихологом-кинологом и в итоге животное уезжает. То есть обычно после фестиваля ещё неделя есть шанс того, что напишут и напишут и заберут в итоге собачку-кошечку. Поэтому мы ещё держим кулачки за наших этой песнях. Сливка. Сливку мы оставим у себя до пристройства, не хочется её отправлять обратно в вольерные условия, ей очень не нравится оставаться одной, это её травмирует, поэтому она здесь. А ещё есть очень классная новость с рогаликом по поводу рогалика. Сегодня его забрали на домашнюю квартирную передержку. Это очень здорово для рогалика, это просто супер. Я ему купила шлейку, купила поводок и вот он сегодня переехал к Игорю и Веронике. Это наши хозяева, наши бывшие подопечные. Вот, они нас очень часто выручают. А сейчас мы почему вообще в принципе выходили со сливкой? Мы ходили завтракать. Да, день после фестиваля всегда тяжёлый морально. Просто вот я до обеда реально спала просто потому, что действительно эти два дня плюс предварительная недельная подготовка дают о себе знать. Плюс ко всему у нас вся квартира заставлена просто кормами. Экспофорум это всегда подарки. Очень много кормов нам подарили. Наша марка плюс подарки посетителей. Ну и мы вчера приехали, всё это заставили. Так как у нас нет склада, какого-то там места, куда можно было это всё привезти. Естественно это всё у нас в квартире. Поэтому там сейчас буду всё разгребать и убираться будем со сливкой. В общем поэтому мы выходили позавтракать в 4 часа вечера. Сливка очень быстро мёрзнет и я так понимаю, что мёрзнут у неё больше лапки. Потому что вот сейчас в комбезе она, тут какая-то метиль. Она в комбезе, но всё равно лапки поджимает и мне пришлось её на руки взять. Ну просто такая маленькая декоративная собачка. Поэтому не приспособлена над таким морозом.